а мы куда приехали мы же гуляем каждый день с денисом теперь и мы с ним едем едем в машине и планируем а мы туда поедем а мы сюда поедем и вот мы приехали на наше озеро любимое на озеро дам яд кстати видишь там натянуты какие-то веревки я думаю что здесь каким-то занимаются спортом таким и вот здесь есть спортивные паркур и такие а еще погодка такая витриноватая но ничего я конечно же забыла свой микрофон поэтому я буду говорить хорошо поставленным голосом довольно громко и представляете себе все люди где-то сидят где все люди ни одного человека нужно ходить нужно заниматься спортом нет все сидят и боятся что они здесь наверное палату номер 19 тоже подхватят ну давай старичок давай старичок не упадет он уже начинает его распускаться посмотрите и потом когда она распустится здесь будет так красиво в этих вот ивовых зарослях это такое озеро где можно рыбачить но нужно специальные права для здорово ну-ка ну-ка мы в тебя верим конечно все булочки которые ты съел это будет тяжело но тяжело да повыше не хочешь забраться давай держись крепко знаешь как надо надо раскачиваться одной рукой нет ну какая у нас все-таки погода биполярная вчера была жара что-то не футболках ходили сегодня прохладно у меня аж голос дрожит как холодно сейчас я попробую подтягиваться и 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 ушка красавица смотрите обожаю и вы когда распустится это будет вообще такой кадр и такие штуки которые нужно поднимать руками нет не сломано ты можешь их поднимать и поднимать руками да может дальше вон турники там есть как мне нравится вот такие вот сосны как они называют сосны зонтики да как турник и что ты там будешь делать но ты за칠 даже если что покажу и цж Bilx kau какой большой giờ сюда обратил не который это Висюлька, Дарёва. Так, а это что за фигура? Мам, скажи, у меня что посередине озера. О, какой он идет. Что посередине озера, я не понял. Где посередине озера? А, вон там, не знаю, пойдем посмотрим. Смотрите, вот одно озеро. И вон там, вот другое озеро еще есть. Мы попробуем, как смотрим. Осторожно. Пам. Молодцы. Собственно, такая погода. Волны, волны. Море волнуется. Раз. Море волнуется. Два. Вот здесь находятся такие вот площадочки. Как смотровые все равно. И, когда здесь закат, это просто прелесть. Как красиво. Ну, ты не наклоняйся уж туда. Море волнуется, как красиво. Да, очень красиво. Ну, можно здесь и загорать, кстати, мне кажется. Есть какая-то веревочка? Нету. Ты что, порыбачить захотел? Люди сюда приходят на пикник с семьями. Тут кое-где есть такие вот столы пикниковые. И даже место для... Для чего? Ну, там вообще-то должна быть для шашлыка такая штука. Ее, наверное, утащили. Кого? Штуку для шашлыка. Стой, я сейчас сниму. Вон там, где кемпинг. Нет, там, наверное, люди берут. Смотрите, а вот там, за забором, вот там находятся как раз вот эти вот домики кемпинга. Вон они. И там еще пара озер, гуляния, какой-то лес. Ну, в общем, такая природа. Можно здесь с семьей отдохнуть. Тут еще один такой парапет, скажем так. Здесь не глубоко. Не глубоко? Нет, вот только воды. Ясно. Но все равно, видишь, здесь бортики поставили, потому что с детьми, наверное, гуляют. И дети лезут в воду. Смотрите, как красиво. А представляете, когда закат? Здесь очень классные фотки. Здесь такое посередине. Посередине? Да. Даже не знаю. Может быть, какая-то очистительная фигня, которая воду чистит. Что это такое? О, такая холодная вода. А что это вообще такое? Да. Интересно. Один мостик. Синис у нас представляет, что он ловит рыбу. Прикол. Вот они, домики, в которых живут, когда приезжают в эту турбазу. Ну, они экипированы, конечно. Там своя кухня, туалет. Там все. Хотя нет, наверное, туалет здесь все-таки какой-нибудь общий. Здесь просто спальные такие домики. И это очень продолжается. Вот много их здесь, таких домиков. Интересно, сколько их вообще? Надо посмотреть по интернету. Сколько там вообще стоит? Посмотрю, скажу вам. Смотрите, что я нашла. Кемпинг вот этот в Дамьяте называется. Кемпинг Сан-Шарле. Смотрите. У них вот купание в этом озере с таким пляжиком, с песочным. Вот, собственно, сами эти домики. Здесь на пляже даже горка стоит. Для детей. Приезжаешь туда на машине, например. Смотрите, там такой вполне приличный пляжик. Беленький песочек такой. Класс. И вечерами у них какие-то анимации даже там идут. Слушайте. А не пойти ли нам летом туда, если там будет открыто? На выходные. Мне кажется, там интересно будет. И даже рыбалка какая-то есть. Здорово, слушайте. Представляете, как бедные вот эти вот люди, да, которые строили эту турбазу, владельцы. И как они сейчас страдают из-за того, что они не могут ничего сдавать. Дурдом. Когда же это кончится? Смотрите, какие миленькие места для пикников. Очень приятно. Да, тем более... Потому что меня денечка вытаскивает всегда куда-то ехать, куда-то гулять. Он такой человек, который не любит тоже сидеть на месте. Но он у нас завтра идет к папе на неделю на каникулы. И я не смогу так уже гулять, одна, бродить, если только найду себе какую-то компанию. Но, скорее всего, я вам буду записывать такие домашние видео. И еще я договорилась, кстати, тоже опять же записать видео из замка. Поеду туда. Я хочу там покопаться в истории, посмотреть, почитать книжки про этот замок. И потом вам постепенно-постепенно рассказывать историю этого замка. У себя первобытную улицу. Не, она такая классная. Мне нужно просто... Здесь отделено вот такими камушками. Вот так вот все. Это паркет. И что здесь такое? Давайте посмотрим. Итак. Экспоассонема... О, ничего себе! Экспоассонема антхуито. А кансьел. Домир вантел. О, парамос. Это что такое? 50 килограмм труито. Здесь форель не может быть. Что? Здесь вот это отделенное место. Это будут рыбаки привозить форель. 50 килограмм, да? Будут привозить. Аркансхель. Да. Радужные. Радужные какие-то. Аркансхель это рай. Знаешь, что я тебе сказала? Я знаю, что они будут всыпать в воду. А, в воду всыпать? 50 килограмм? А. 50 килограмм. А, чтобы люди ловили? Мы в интернете об этом еще почитаем. И поймем, в чем тут дело. 50 килограмм, да? Интересно, конечно. А, да? Давай посмотрим, что здесь написано. Здесь партнер еще. А, вот, смотрите. Конечно, здесь написано нехорошее слово. Но здесь нарисованы те рыбки, которых можно здесь выбрать. Один документик интересный. Правда, 2020 года сезона, да? Но, возможно, есть и 2021. В общем, здесь все про рыбалку. Оказывается, есть такие ассоциации, где можно записать ребенка даже, чтобы его обучали рыбалке, как правильно рыбачить там и так далее. Интересно узнать об этом, сколько стоят абонементы, когда они куда выезжают. Я думаю, что, может быть, даже там сейчас нет ограничений, потому что на свежем воздухе же все. Почему бы нет? И здесь еще также показаны все виды рыб. Смотрите, все виды рыб, которые ловятся в наших регионах. Ничего себе. Даже есть раки всякие разные. Ну и карпы, естественно. Вот написано, как правильно раков этих ловить. Там есть после ушей мультикулёк? Наверное. Ну тут есть, знаете, вот он говорит сейчас, какая-то рыба-кошка. Рыба-кошка разноцветная рыбает. Ну, в общем, масса всего интересного. И Денис очень этой темой заинтересовался. Так что мы эту тему проработаем. Посмотрите, вон мужик какого поймал карпа. У нас здесь отлично оказывается рыбалка в наших местах. О, нифига большая. Карпы, это, кстати, очень хорошая рыба. Да, так что так, что так. А вот это вот и есть как раз форель. Вот держит в руках. И вот надо мне узнать про эту форель. Что там было написано? Что-то там про 50 килограмм форели. Будут ее привозить туда или что? Или как это будет? Вот так вот открываем снова. Снова и снова открываем наш регион. Очень, кстати, интересная тема. Денис себе устроил паркур вот на этих камнях. Человек, палки-то убери хоть. Хорош. Вот эту площадку затопило. Смотрите. Ее надо выше строить было. Это все-таки площадки рыбаков, скорее всего. Ну, а также, чтобы дети могли по ним полазить. А вот там... Вот там. Сейчас я вам покажу. Видите? Мама! Там эспекта уже есть. Серковь. Ну, это интересно. Вот это. И это вот в самом центре города Дамьяд. Надо будет тоже узнать его историю. Туда съездить, кстати. Я хотела пойти еще по той стороне озера. Ну, там, в принципе, ничего интересного, кроме как тоже вот место для барбабюк и такая же метровая площадка. Смотрите, классное место для ловли рыбы. Садишься сюда на пенечек и опра, и ловишь. Надеюсь, что вам меня было хорошо слышно. А здесь, кстати, неплохой микрофон в этом телефоне, я заметила. Но все-таки лучше, конечно, с таким микрофоном, с петличным. Так, люди начали приезжать. Я смотрю, уже многие выходят. Там даже есть один кемпинг-кар. Машина такая, семейство, которое перевозят. Наверное, туда путешествуют. Вот здесь, я смотрю, три машины. Четыре сейчас машины подъехало. И вот с той стороны три машины. А мы приехали же, никого не было.